Всем большой привет! Если вы давно на меня подписаны, то наверняка знаете, что я отвечаю на все комментарии и стараюсь отвечать на все ваши вопросы. И вот я буквально только что получил вот такой интересный вопрос. Рассказать нужно, что такое π и почему это 3,14, но с другой стороны, вроде бы π как равно 180 градусов, поэтому погнали! Начнем вместе с вами с того, что действительно π это 3,14. Я хочу рассказать немного историй для того, чтобы вам, ну, математика казалась не только какими-то непонятными числами, цифрами, но еще и с исторической точки зрения достаточно интересной наукой. 23 века до нашей эры, примерно когда-то тогда, строилась Вавилонская башня, и уже тогда инженеры строили эту башню, используя вот это понятие число π. Они пока не знали, чему оно равно на самом деле, и считали его просто как число 3. И вот представь, что только где-то лет 300-400 назад, примерно до 18 века, число π не имело какого-то своего названия. Это число называли вот как некоторое определение. Вот теперь мы подходим к тому, что такое число π. Если посчитать длину, соответственно, нашей окружности, то есть вот расстояние рулеткой, не знаю, или еще чем-нибудь отсюда вот досюда, и разделить на его диаметр, то мы вместе с вами абсолютно в любой окружности получим одно и то же. Число, которое равняется 3,14 и бесконечное количество знаков дальше. На самом деле, если написать формулу длины окружности, c равно у нас 2π умножить на радиус, где радиус это расстояние от центра окружности абсолютно до любой точки на нашей окружности. И если мы значение длины окружности как раз-таки будем делить вместе с вами на диаметр, а диаметр у нас это радиус плюс радиус, то есть два радиуса, то мы вместе с вами абсолютно всегда будем получать число π. И вот как раз-таки до 18 века называли вот это вот число π как отношение длины окружности на, соответственно, его диаметр. Теперь давайте вместе с вами немного окунемся в тригонометрию. Если мы нарисуем вот такую вот единичную окружность, то есть окружность с радиусом равной единице. Так вот, если взять вот это вот расстояние, которое равняется у нас единице, и отложить его примерно вот сюда один раз, это тоже будет единица. Отложить его вот сюда вот второй раз, это тоже будет единица, но я немножко не угадал с размером. Вот так вот. Отложить его третий раз, то у нас останется вот такой вот кусочек, который как раз-таки и будет у нас 0,14 и так далее. То есть вот расстояние вот отсюда вот досюда у нас будет равняться 3,14, то самое как раз таки число π. Теперь давайте вместе с вами нарисуем ту же самую окружность и постараемся определить в ней количество, соответственно, градусов для начала, а потом уже будем говорить про радианы. Если мы посмотрим на вот такой вот центральный угол, а центральный угол у нас равен дуге, на которую он опирается, это 90 градусов, значит, это будет тоже 90 градусов. Следовательно, все четыре оставшиеся угла у нас тоже будут по 90 градусов. И мы с вами получаем то, что полностью весь оборот, то есть длина всей вот этой окружности в градусной мере, это 360 градусов. Мы вместе с вами совсем некоторое время назад проговорили то, что расстояние отсюда вот досюда равно 3,14 и бесконечность. То есть это то же самое, что и π. Мы вместе с вами можем сказать то, что π это 180 градусов, значит, полностью весь оборот вот отсюда вот досюда, с точки зрения градусов, это у нас будет 360 или это будет у нас 2π радиан. В принципе, это вот самое базовое понятие, которое нужно знать для того, чтобы как-то работать, например, с единичной окружностью, если мы с вами говорим про тригонометрию. Сейчас я вам расскажу один лайфхак, который я отдаю своим ученикам на полноценном формате подготовки. Ну, что такое вообще единичная наша окружность? На самом деле это у нас целых, ну, две оси друг на друга наложены. Вот это называется ось значений выражений, то есть сюда смотрит х, сюда смотрит у, здесь у нас 0, то есть декартовая ось. Окружность на самом деле это совершенно другая ось, которая называется ось градусов. Но так как мы вместе с вами говорим про какую-то, например, координатную прямую, наверное, где-то у этой прямой должен находиться 0. Так вот, на окружности у нас, это не координатная прямая, здесь находится 0. И если мы прибавляем какое-то значение градусов, то мы с вами идем против часовой стрелки. Если мы вычитаем, то мы идем, соответственно, по часовой стрелке. И вот эти две оси взяли и просто наложили друг на друга. Что из этого получилось? Это самая единичная окружность, именно поэтому вот эта вот точка, это и единица, и ноль, и ноль в том числе. Вы, наверное, не понимаете, о чем речь. Если смотреть на вот эту конкретную ось, да, ось иксов, то здесь у нас находится единица. Но в то же самое время именно отсюда у меня начинается отсчет на оси градусов, поэтому тут же находится 0 градусов. И если вы шарите за другие триггентрические функции и расположение их на единичной окружности, например, тангенсы, то вы понимаете, в этой точке тангенс тоже равен нулю. Так в чем же лайфхак заключается, который я вам хотел рассказать? Давайте вместе с вами из нуля пройдем полный оборот. Мы придем сюда, и эта точка будет называться еще дополнительно 360 градусов. И давайте еще один сделаем оборот. Еще оборот, и в этой же точке находится у нас 720 градусов. Как на самом деле это легко понять? На самом деле все очень просто. Окружность это вид просто сверху на нашу вот такую бесконечную спираль. Наверное, все из вас в детстве видели такую игрушку, которая называлась радуга. Была такая пружинка, которая прыгала по ступенькам. Так вот, вот эта радуга и есть по факту наша единичная окружность. Это просто вид сбоку, но если посмотреть сверху, то мы увидим как раз таки просто окружность. На ней где-то находится 0 градусов или радиан. Если мы сделаем полный оборот, мы придем в значение 360 градусов, либо 2π радиан. Если мы сделаем еще один оборот, мы придем в значение 720 градусов или 4π радиан. И так можно на самом деле делать бесконечное количество раз, потому что наша спиралька бесконечная вверх и бесконечная вниз. Именно поэтому на нашей единичной окружности, вот на оси градусов, есть точки, которые означают не обязательно конкретное количество градусов. В этой точке может быть как и 0 градусов, так и 360, так и 720, так и минус 360, так и минус 720, и вы так можете продолжать до бесконечности. Еще раз объясню почему. Почему? Потому что окружность это бесконечная спираль. И вот эти значения, они просто-напросто накладываются по факту друг на друга, а мы смотрим на них сверху. Мне кажется, что я рассказал сполна с точки зрения вот самого начального понимания процесса. Поэтому напиши, пожалуйста, свое мнение в комментариях, потому что я обязательно его учту при съемке других видео. И если у тебя будут какие-то вопросы, то тоже не стесняйся и пиши, ведь я отвечаю всем своим подписчикам лично. И на будущее тебе скажу и буду отпускать. У нас есть телеграм-канал, в нем пока совсем небольшое количество участников. Ты можешь переходить туда и туда писать свои вопросы, так как небольшое количество участников, то я могу ответить, соответственно, каждому. Поэтому задавай вопросы тоже туда, на самое интересное, и буду снимать вот такие видео. Большое спасибо тебе за просмотр. Поставь колокольчик для того, чтобы не пропустить остальные длинные и полезные видео. До скорых встреч и пока!